Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый раз мы начали говорить о том, как, собственно, с подростками, с молодым человеком и как подросткам и молодым людям, с их родителями, очень важно выстроить пространство диалога. Мы говорили на материале работы детских епархиальных центров, говорили с директором этих центров, с отцом Дионисием Левиным. Сегодня мы решили продолжить этот разговор, и очень будет он интересен, потому что зайдем мы к этой теме, совершенно неожиданной, как мне кажется, для вас темой. Здравствуйте, отец Дионисий! Здравствуйте, батюшка! Христос воскресе! Воистину воскресе! Единственное, мы с вами до эфира обсудили, что что-то мы не сказали в прошлый раз. Давайте с этого начнем в качестве преамбулы. Мы не сказали, как записаться в детские центры. Да, мне бы хотелось наших слушателей, слушателей этой замечательной телепередачи и тех, кто посмотрит это потом в Ютубе, пригласить в наши детские епархиальные центры, потому что период с конца апреля и в течение мая, всего лета и сентября, это период, когда у нас идет активная фаза набора. И мне бы хотелось порекомендовать родителям не откладывать приход в детский епархиальный центр на потом, потому что потом может не быть места или завучить его отпуск или что-то еще. Используйте май и июнь для того, чтобы записаться на кружки на следующий учебный год. Как записаться? На сайте nfdeuts.rf вы можете найти адреса и контакты всех наших учебных филиалов детских епархиальных центров по всей области, не только в Самаре. Также, как я уже сказал, в прошлый раз вы можете записаться через программу «Навигатор» дополнительного образования Самарской области, в которой вы попадаете через программу «Асу и РСО». И мы вас ждем. Приходите. Дети у нас обучаются абсолютно бесплатно. Возраст детей от 4 до 18 лет. Спасибо. Про диалог. Мы начинаем с вами говорить. И в прошлый раз закончили диалогом с подростками и с детьми, и сейчас будем говорить об этом. Так вот, диалог возможен не только на какой-то узкой площадке, как, например, запись подкаста или какое-то обсуждение с освященником или с педагогом. Порой мы в наших центрах выстраиваем диалог через формат больших мероприятий. И вот в мае и начале июня у нас некоммерческий фонд, детский епархиальный образовательный центр проводит два очень крупных, очень интересных таких подростковых, молодежных мероприятия в рамках празднования юбилея Самарской области и Самарской епархии. Да, 170 лет. Первый это фото-конкурс, с чего начинается Родина. Причем этот фото-конкурс будет отличаться от всех предыдущих и наших, и не наших тем, что мы хотим подойти к работам с точки зрения людей и вообще их жизни. У нас там две номинации, наше достояние и наша вера. И мы хотим увидеть не просто там пейзажи Самарской области или храмы наши замечательные, вновь построенные или там исторические, но мы хотим увидеть, как это проживают люди. Может быть, жизнь прихода или может быть, жизнь людей, случайно оказавшихся здесь или как-то еще. Это фото-конкурс для детей. Положение есть у нас на официальном сайте и в группе ВКонтакте. Смотрите, участвуйте. У этого конкурса будет очень интересно и послевкусие. Мы сделаем большую выставку и в течение всего лет она будет выставляться на крупных общественных площадках. В торговых центрах, ГУДО, КАМБАР. Лучшие работы будут опубликованы в самарских журналах. И мы очень надеемся, что будет еще один приятный сюрприз, но о нем говорить сейчас не буду. Все узнаете, когда будете участвовать в этом конкурсе. А второе мероприятие – это флешмоб. Флешмоб для подростков, который пройдет 30 мая на спуске у храма Святой Софии. Это Софийская набережная, чуть левее ладьи. Вот прям эта лестница, которая от храма ведет к Волге, в 2 часа дня там будет очень такой интересный, современный, молодежный флешмоб. Пусть всегда будет солнце. И этот флешмоб мы посвящаем Дню защиты детей. И, собственно, идеи подростков, как людей таких, которые несут мир и радость, несмотря на свой юношеский, может быть, максимализм. Чтобы принять участие в этом флешмобе, надо обязательно прийти на репетицию. Репетиция будет 23 мая в 16.00. Там же у ладьи. Там будет наш главный хореограф, там, значит, будут те дети, которые уже были на первой репетиции, будет музыка. Ну, в общем, мимо не пройдете. 23.00 в 16.00 на репетицию у собора Святой Софии. У флешмоба тоже есть встреча ВКонтакте, ее тоже легко найти по названию. Приглашаем. Спасибо очень. Ну, вот, а теперь, собственно, к диалогу. Я предлагаю, ну, вернее, это лучше так сказать, инициатива исходила от вас. Поговорить о таких интересных произведениях, которые очень уже несколько, там, десяток лет были экранизированы назад. И которые подростки наверняка и смотрят, или дома по телевизору, сейчас их тоже активно показывают на различных каналах. Экранизации произведений Льюиса «Хроники Нарнии» и экранизация Толкина с его «Властелином колец». И, ну, честно, я думаю, что нам надо посвятить одному произведению, потому что обсудить оба вряд ли мы сможем полновесные, серьезные и так далее. Поэтому Льюиса, может быть, с «Хрониками Нарнии» мы пока отложим, может быть, до лучших времен, до следующих наших встреч. Вот. А вот с «Властелину колец», который сейчас, как вы говорили, проходит или прошел уже, да, показ... Перевыпуск. Собственно, меня подтолкнуло к этой теме, идея родилась, когда я увидел, что вся первая трилогия «Властелином колец», она перевыпущена и в течение вот «Страстной недели», «Светлой седмицы», по-моему, сейчас еще идет, транслировалась в наших кинотеатрах. Я был в восторге, сам с удовольствием еще раз пересмотрел все три части уже на большом экране, и мне кажется, это вообще лучше, что в период пандемии, постпандемии случилось с нашими кинотеатрами, потому что для многих и многих любителей качественного кино и вообще произведений Толкина это возможность, ну, уникальная, посмотреть эти вещи на большом экране, которые, может быть, я вот, например, ни разу их на большом экране не смотрел. Но при этом, но при этом, надо понимать, что человек молодой, который идет в кинотеатр сейчас, он, как правило, вообще не знает про Толкина, он думает, что, собственно, «Властелин колец» это сценарий какого-то голливудского сценариста и режиссера, он не знает, что в основе этой трилогии лежит толстенная книга «Властелин колец», еще плюс к ней и «Хоббит», и так далее. То есть это достаточно огромный мир, созданный конкретным человеком. И уж тем более не знают люди, что такие, может быть, имена на слуху находящиеся, как Толкин, Честертон, Льюис, что это все профессора богословия, что это богословы вообще-то, да? Пусть католические, но все-таки христианские, да? Христианские богословы и свои произведения они никогда не сочиняли как некий экшен, как то, что, в общем-то, мы сейчас видим в большинстве случаев экранизаций. Да, то есть когда там орки с эльфами, гномы с людьми, хоббиты со всеми сразу бьются, и это рассматривается как некая большая эпическая драма, когда все воюют, битва пяти королевств там и так далее. Не считывается вот этот вот христианский мотив, что изначально это труд был посвящен осмыслению Евангелия. То есть и считать его, и расшифровать его, дешифровать этот фильм, дешифровать эту книгу с позиции того, что ее писал христианин, еще и богослов, вот, крайне важно. Поэтому я предложил бы такую, условно говоря, игру. Я сегодня буду в роли такого подростка, который «Властелин колец» смотрел и, может быть, читал, но не считал вот этих вот контекстов христианских. Давайте попробуем для наших телезрителей сегодня расцветить это произведение и покажем, ну, мастер-класс, что ли, да, как можно вести диалог, вот, о Евангелии, но не академично, не схоластично, когда мы берем, собственно, Евангелие и начинаем вести урок закона Божьего, а когда мы берем и на материале понятном подростку, начинаем раскрывать для него фундаментальные какие-то этические, нравственные посылы евангельского текста. Вот давайте начнем с того, почему все-таки, на каком основании мы считаем, что «Властелин колец» христианская книга. Если не знать, что Толкин был богословом и христианином. Ну, мы видим какие-то вещи, ну, я, кстати, вот по поводу экранизации книги тоже маленькую реплику вставлю, потому что все-таки беседовать с подростком на тему прочитанной книги всегда сложнее, чем на тему просмотренного фильма, потому что, ну, фильм, во-первых, как минимум можно посмотреть вместе, вот, хотя я не рискнул. Честно, у меня была мысль собрать ребят из детских центров и повезти. Но я как подумал, что три часа, вот, причем, ну, такого фильма, особенно ведь первая часть, ну, далеко не экшен. Там во второй, в третьей уже появляются битвы, там все больше спецэффектов, компьютерной графики. Первая часть, особенно там первые, может быть, часа полтора ты смотришь, это не просто смотрится. Вот. Поэтому не рискнул. Но вообще, это хороший прием. Это хороший прием, хороший способ собрать ребят, подростков, сходить, посмотреть, а потом где-нибудь здесь же на фудкорте осесть и побеседовать, поговорить. Мы так делали, в принципе, с другими фильмами. Вот. И когда, конечно, есть много нареканий к фильму, что, дескать, он там что-то как-то, но все основные ключевые вещи он все равно вбирает в себя. И христианские мотивы, они считываются и в фильме, и, может быть, считываются даже некоторые ярче, чем в книге. Потому что тоже в книге порой глаз замылится, и еще что-то где-то упустишь. Опять же, правильно вы показали на ее объем. Вот. В фильме некоторые вещи даже вот выведены наружу. Например, если вспомнить, как Гендальф, уже белый, изгоняет духа, да, из короля, духа Сарумана, да, из короля. Это, ну, фактически, это экзорцизм, фактически такой очень понятный любому христианину символ, да. Само кольцо всевластия, тот смысл, который в него включен с самого начала, да, как это кольцо выводит наружу человеческие страсти, человеческие пороки, человеческий грех. И, на самом деле, мне кажется, этот образ тоже очень понятен подростку. Потому что подростки, как я уже сказал, они максималисты. И они не всегда, даже, так сказать, крайне редко умеют скрывать свою внутреннюю сущность. Если подросток научился одевать на себя маску, вот, я прям, прям, у меня руки опускают, я прям отчаиваюсь, когда так происходит. Когда подросток видит батюшку, и он сразу такой хорошенький, правильный, вот. Вот, это не нужно. Это мы повзрослеем, все это будем уметь делать. А когда ты подросток, тебе это не надо. И вот это кольцо, выводящее наружу человеческую натуру, человеческое нутро, страсть к греху, вот это тяготение козлу. Хотя ты, может быть, умом-то хочешь быть хорошим, но не можешь. Собственно, о чем говорит апостол Павел. Да, я умом понимаю, что я хочу делать добро, но не делаю. То же здесь, любой из тех, кто так или иначе соприкасался с кольцом, понимал, что оно будет выводить наружу его страсти. И он не хотел этого, но не мог ничего с собой поделать. Кто-то поэтому отказывался, даже Гендальф отказывается. Кстати, образ Гендальфа вообще здесь, он такой очень интересный. Вот, я очень часто слышу от подростков. Вообще, ведь, если мы говорим про любую форму общения с подростками, нужно понимать, зачем. Для того, чтобы ответить им на какие-то важные вопросы, их жизненные вопросы, на которые они ответов не находят. И эти вопросы, они во многом повторяются, в смысле, от поколения к поколению. Вот один из таких вопросов, почему Господь допускает в этом мире боль, зло, войны, гнев. Вот, если вы были бы подростком и задали бы мне такой вопрос, ответить на этот вопрос с точки зрения Библии, Евангелия, понятно для подростка, можно не всегда. Он может еще больше либо запутаться, либо тебя заставит лезть в совсем глубокие дебри своими какими-то очевидными вопросами по тому же Евангелии, по той же Библии. Вот Толкин очень интересно показывает этот момент, он показывает, что Господь не нарушает человеческую свободу, он дает возможность человеку творить в том числе и зло. Почему-то многие думают, вот, а подростки очень резко об этом думают, что воля человека творить добро, а если человек творит зло, надо, чтобы кто-то вмешался. Бог или кто-то еще, или я вот сам вмешаюсь, да, такой максималистически настроенный молодой человек. Бог дает возможность человеку проявлять свою свободную волю, в том числе и возле, вот, ну, не знаю, к счастью или к сожалению, наверное, для человеческой свободы к счастью. Но порой для некоторых людей, к сожалению, да, когда это касается, там, кого-то близких или кого-то еще. А вот в Толкине это очень хорошо показано. И противопоставление двух вот этих вот магов, колдунов таких, да, белых, один, который сначала был белый, но там под белой маской, оказалось, пряталась вот эта вот злая сущность порабощения воли. И поработив волю, да, он сделал их прислужниками зла. Вот. Здесь наоборот. Гендальф даже своим друзьям не помогает, не проявляет свои какие-то способности. Колдуна, мага, он проявляет их только тогда, когда вступает в бой с духами, которые, против которых мечи бессильны, как он сам говорит. А, например, с теми же орками он обычным мечом сражается. То есть он никак не демонстрирует свою мощь, свою силу. И Христос, он приходит в этот мир и не начинает направо-налево, да, он приходит человеком в этот мир. Вот хорошо, что упомянули личность Христа. Вот когда мы читаем хроники Нарни, а я все-таки настаиваю на том, что надо в первую очередь читать книги. Очень печально, когда с произведениями знакомятся через экранизации, даже, может быть, очень талантливые. Я на своем веку знаю только одну экранизацию, которая лучше книги, это «Пролетая над гнездом кукушки». Вот действительно фильм намного талантливее, чем книга, которая написана, да, и которая лежит в основе. А вот если мы все-таки читаем Льюиса с его хрониками Нарни, да, то там очень четко прочитывается символика христианская и под Христом понимается Лев Аслан, вот, который в том числе там в одной из частей ему нужно шипом пронзить лапу, чтобы каплей крови произошло чудо. Ну, то есть это такая отсылка и к причастию, и к Голговской жертве, и к Тайной вечере, и так далее. То есть под этим львом очень четко считывается Господь. Здесь, вот в «Волостелине колец», вот мы говорим, вроде христианский, да, автор, вроде бы христианская такая большая притча. Здесь надо сказать, что Толкин в большей степени попытался показать апокалиптичную картину, да, то есть конец мира, да, то есть то, что будет в конце времен, да, и второе пришествие, и так далее, и так далее. То есть это вот, особенно это видно в третьей части, когда происходит эта апокалиптичная битва света с тьмой. Но здесь как будто бы нет Христа. И больше того, в своих письмах Толкин как раз, он очень четко, я не помню кому, по-моему, тому же Льюису, он пишет, что «Воплощение Бога настолько великое событие, что я не решился его каким-то образом метафорично показывать в своей книге». Но при этом Господь там как-то присутствует. Вот где тут Господь? Гендальф, это вы попытались его, ну, как бы таким образом спараллелить, да, со Христом, но это не Христос. Нет, нет, именно в таких, в таком завуалированном контексте, нет, это не Христос, конечно, и я бы тоже не предложил подросткам такое прочтение образа Гендальфа. Вот, скорее мы просто видим объяснение каких-то христианских вещей, и опять же, да, ответов на какие, находим ответы на какие-то вопросы через те образы, которые заложил Толкин. Вот, меня в Толкине гораздо больше вдохновляет другой момент, ведь очень часто мы слышим от людей, борющихся с христианством или неверующих людей, и, кстати, это часто слышат воцерковленные подростки, ведь это нам, взрослым, легко быть толерантными такими, да, уважительными друг к другу, вот, а в школе подростки, у меня есть, ну, есть такой пример знакомой девочки-подростка, которая от воцерковленного ребенка предподросткового возраста, которая ходила на службу, исповедовала, встречалась, очень здорово училась в воскресной школе, потом вообще ушла, вообще ушла, встав подростком абсолютно из церкви, из темы веры, и вот в свое время, и здесь огромный промах, и мой, как учитель, и священник, и ее родители, мы не смогли найти нужные какие-то инструменты, как-то ей помочь, она жаловалась, как одноклассники просто травили ее за какие-то вещи, там, связанные с христианством, когда она там перекреститься могла или что-то еще, начинали насмехаться, глумиться, при том, что мы понимаем, что дети делают это не потому, что они намеренно злые, а потому, что они необдуманно злые, вот, так вот, подросткам часто прилетают такие вопросы, вот, например, вот вы говорите христианство, христианство, но это же все выдумано, да, чего здесь сложного придумать, вот, мир, который придумал Толкин, да, это же огромный мир, это свой язык, это своя территория, это свои тексты, это свои сюжетные линии, он работал над этим много-много лет, и все равно он настолько поверхностен по сравнению с Библией, с миром христианства, с языком христианства, что если над этим человек трудился десятилетиями, да, то разве может человек придумать вот что-то похожее, да, на христианскую веру, ну, как многие говорят, да, что это вот просто искусственно придуманная история. Но тут же важно понимать, что он не придумывает веру, он пытает, то-то оно, что... Он создает мир. Властелин колец – это попытка именно такого очень глубокого осмысления Библии, то есть это как раз попытка переработать, проработать текст, который более велик. Это понятно, но осмысление происходит через создание нового мира, который до него не существовал. Он осмысляет Библию, он осмысляет христианство, он осмысляет христианское учение, но это осмысление происходит не просто через какие-то там богословские трактаты, тексты или лекции, это происходит через создание сказочного мира, который не существовал до него. Но тогда я вернусь к своему первому вопросу, с чего мы решили, что это христианский мир. Сам по себе мир не христианский. Да, мир не христианский, да, он понятно, что в основу положил на самом деле германский эпос, но я говорю про то, что как тогда разглядеть тут Евангелие, если это мир придуманный? Через завуалированный сюжет, но я как бы других способов сложно найти, ну, таких вот. Ну, какие вот богословские, например, важные открытия дает, может дать Властелин колец человеку читающему или смотрящему фильм? Мне кажется, что какие-то глубокие богословские ответы он дать не может. Да и человек, ищущий глубокие богословские ответы, не будет их искать там. В этом смысле, кстати, автор хроники Нарни намного... Да, Льюис намного глубже, намного более глубокие параллели проводит. И, в принципе, его не только хроники Нарни, но и все его тексты, они так или иначе являются богословскими. У Толкина все-таки, мне кажется, попроще. И мне кажется, что у Толкина больше даже не какая-то задача переложить, да, там, какие-то известные христианские сюжеты вот туда зашифровать. А просто как человек верующий, как человек, ну, просто неизбежно думающий так и видящий мир так, он это закладывает в свое произведение. Но это как у Пушкина искать христианские мотивы. Он христианин, и у него так или иначе они проскальзывают, да, или у Достоевского, да, в тех или иных вещах. Просто где-то это проходит более глубоко, когда есть такая задача или посыл, где-то чуть более поверхностно. Вот мне кажется, Толкин, ну, не ставит перед собой прям глубокую задачу расшифровать какие-то богословские смыслы. Вот, у него в целом все произведение получается пропитано христианским духом, христианскими мотивами. Потому что, ну, элементарно, даже если мы возьмем время Властелина колец, да, то есть в то время похода Фродо от Исшира до Роковой горы. В книге очень четко прописывается, что начинается этот поход 25 декабря, а заканчивается 25 марта. И для христианина это не пустые даты, да. То есть, ну, понятно, что перед нами католик, поэтому для него дата Рождества это 25 декабря, 25 марта это день благовечнее. То есть, когда кольцо падает в огонь Роковой горы. Важно, вот, на мой взгляд, я просто вот... Ну, опять же, это же для человека... Вот сейчас, я думаю, для подростка мы бы сделали открытие. Я думаю, если сейчас нас будет смотреть кто-то, кто, не будучи глубоко воцерковленным человеком, не проводящий такие параллели, почитал эту книгу или посмотрел кино, он сейчас за голову возьмется. Вот мне кажется, это будет так. И вот, если вернуться к основной идее выстраивания диалога, то моя задача как педагога, как священника, она больше в этом. Чтобы показать подростку на примере такого качественного... Почему я говорю все-таки про кино, а не про книгу? Потому что это качественный голливудский боевик. И на примере качественного голливудского боевика мы вдруг видим какие-то, ну, вообще совершенно другие темы. И он действительно возьмется за голову и скажет, ничего себе. Ну да, в кино этих дат нет, они есть в книге, но мы-то читали... Так в кино, вот о том кино, которое мы смотрим и по телеку, и которое показывали в кинозалах, даже на уровне кино показано не все. Я потому что люблю смотреть режиссерскую версию. Вот в режиссерской версии есть очень много моментов, которые как раз могли быть ключевыми с точки зрения произведения Толкина, но они убраны голливудскими продюсерами и так далее. То есть остается то, что заставляет тебя активнее жевать попкорн. А вот когда, например, в конце третьей части, да, то есть когда уже Фродо подходит к Роговой горе, когда Арагорн привел все войско к вратам, ну, к вратам Мордора, вот, там очень интересный момент, момент христианской надежды, которая должна рухнуть, да, потому что открываются врата, в нормальной версии мы видим, открываются врата и выходит целая полчища орков, а в режиссерской версии открываются врата и выходит некий, я уж сейчас плохо помню, персонаж, ну, условно говоря, назовем его типа Антихрист, вот, и он швыряет в лицо Арагорну метрил, вот эту вот кольчужную рубашку Фродо, говорит, все, мы его и нашли, и уничтожили, и в этот момент, конечно, то есть я как верующий человек, я понимаю, что происходит в сердцах и Гендальфа, и Арагорна, там ужас, который пытается затмить вот эту вот надежду, надежду на Фродо, вот, и именно по этой причине будет понятно, почему Арагорн, поднимая меч, и когда он бежит уже на орков, он кричит за Фродо, потому что вот когда ты смотришь просто, не режиссерскую версию, ты не понимаешь. Абсолютно, конечно, это даже как-то выбивается из контекста, потому что он сначала воодушевлял, 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 потом какой-то крик очень странный, не воодушевляющий на самом деле. Ну да. Вообще, кстати, я бы коснулся тем, вообще личности Фродо, потому что для меня... Ну это уже очень в следующий раз, потому что время сегодняшней нашей передачи подходит к концу. Да, коснемся в следующий раз, потому что для меня это настолько противоречивая личность, хотя вроде бы в нее вкладываются понятные смыслы, вот. Но если вернуться, да, опять к теме диалога, повторюсь, вот через такой подход мы можем подростку отвечать на какие-то, ну, важные для них вопросы. Очень спасибо. Ну и резюмируя, да, то есть я здесь сейчас снимаю себе маску подростка, вот. Вот. Я на самом деле все-таки призываю действительно читать книгу, которая в большей степени отображает то, о чем мы сегодня попытались поговорить, да. Христианские мотивы в книге прочитываются гораздо больше. Вот. И свет этой звезды, которая, да, которая отпугивает, рассеивает тьму, да, явно считывается темой Вифлеемской звезды. И тема кольца как креста, которая взваливает на себя Фродо. Мы поговорим об этом, потому что я встречал очень интересное замечание на тему того, что Христос присутствует в этой книге. Но как Он присутствует, мы поговорим в следующий раз. На сегодня я Вас благодарю. С Вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Присоединяйтесь в следующий понедельник к нам. Узнаете наверняка много интересного. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова